Довольно часто в своих материалах мы рассказываем жителям Брестского региона о так называемой несанкционированной торговле. Сегодня о существовании такого явления в обществе есть множество мнений, однако в этот раз разговор пойдет о компромиссе. Несанкционированная торговля – это понятие, знакомо многим специалистам. Однако немногие из нас знают, что так называемые торговцы-любители, дачники, выращивающие овощи и фрукты на своих участках, а потом продающие их у наших магазинов и киосков, также официально входят в эту группу. И как быть? Насчет существования подобных стихийных рынков в обществе уже давно идут дискуссии, взгляды участников которой совершенно полярные. С одной стороны – собственная продукция, выращенная без применения химикатов. С другой – торговля земли, которая в своем роде является признаком антисанитарии. Магазины уже далековато, мы уже избалованы, конечно. Ходить до магазинов, а тут рядышком и свежие. У меня своя продукция, я с деревни, так что к этим рыночкам я, ну как-то я к ним внимания никакого не обращаю. У нас рынки полно своих, и вообще-то торговых точек много. Торговых точек много, да еще евроопты пооткрывали, что там можно будет покупать, и много чего хочешь, даже того, что нет на базаре. Я не против, пускай торгуют. Если у них есть излишки, как бы, я сама из Кобрина, у нас тоже есть рынок, тоже много бабушек торгует там. Как бы, я не против, я за. Это достаточно неплохо, потому что если есть продукция, которую можно реализовать, почему бы нет? Быть или не быть. В администрации Ленинского района в решении этого вопроса власти решили пойти на компромисс. После выборов депутатов в местные советы, в качестве наказов народным избранникам, жители нескольких районов оставили пожелание сделать уличную торговлю более цивилизованной, а не, что называется, земли. Просьбы были взяты под контроль. Специальная комиссия провела проверку на местах и выяснила, среди торгующих перекупщиков нет. Люди продавали только то, что вырастили на собственных участках, а покупатели только положительно отзывались о сельскохозяйственной продукции. Тогда было принято решение помочь. Городские власти предложили места и эскизы, чтобы задумка вписалась в концепцию развития города. Столики расположили в местах, где они бы не особо бросались в глаза. А депутаты в лице Георгия Дарбуашвили и Анатолия Дудара помогли найти материалы и людей для возведения строений. Для меня город Брест это как родной дом. Незнакомых почти нет. Поэтому там где-то с кем тренировался по борьбе, по футболу, работал, там где-то в свое время коммерческой деятельностью когда-то откликаются. Редко отказывают, что конечно пойдем сделаем. Это же для нашего народа, для людей, для детей, для взрослых, пожилых людей как-никак. Есть ребята, скинулись, быстро построили, сделали, потому что ну некрасиво как-то уже. Мне аж стыдно было каждый раз видеть, когда они на земле сидят. Сегодня милые женщины торговки разместились за своими новооборудованными прилавками. Свободные места здесь бывают редко. Только если кто-то из своих не выходит или приболеет, говорят продавцы. Работу и чистоту на местах контролирует назначенная староста. Она же в случае необходимости сообщает участковому о нарушениях. Женщины довольны такому подарку и при каждой возможности говорят спасибо за созданные удобства. Конечно, спасибо, что нам помогли здесь вот это место открыть, что нас здесь не гоняют ничего, торгуется так понемножку. Цены у нас такие, знаете, ну, относительно. Продукция наша вся с огорода, свеженькая, вот видите, такое все хорошее. Идем на уступки покупателям, то есть мы цену, можно сказать, не завышаем. Цена на фрукты и овощи у новоиспеченных торговцев, конечно, немного выше рыночных. Зато с комфортом и недалеко от дома. А что из этого получится дальше, покажет время.